Чем отличается IELTS General от IELTS Academic? В этом видео я расскажу вам каждую секцию, тип вопроса и подтипы, для того, чтобы вы знали в точности, что ожидать от экзамена IELTS General и IELTS Academic. В первую очередь давайте посмотрим на разницу задач этих экзаменов. General тестирует ваше общее знание английского языка, и сможете ли вы общаться при приезде за границу, например, при иммиграции. Также это важно, если вы хотите просто подтвердить свой уровень английского языка. Например, написать на своем резюме, что вы сдали IELTS на 7,5. Это выглядит гораздо лучше, чем когда кто-то просто пишет Поэтому IELTS General, если даже вы пока что не готовы эмигрировать, это хороший шанс для вас просто поставить себе объективную цель, что через три месяца я сдаю IELTS на 7, на 7,5, я подтверждаю свой уровень языка, и это будет первым таким шагом к моему будущему успеху. Дальше я уже решу, где это применить, значит, это применимо повсеместно. IELTS Academic — это экзамен на уровне академического владения языком, то есть вы можете воспринимать лекции, специфические тексты, научные исследования, и также можете доносить свои мысли более сложно, глубоко, с большим количеством разнообразных грамматических структур и вокабуляром. Поэтому отличаются у нас две части. Это IELTS Writing Part 1, первая часть, и также IELTS Reading, то есть та часть, где вы читаете. Listening и Speaking будут абсолютно одинаковые, поэтому нет смысла не говорить в этом видео. Давайте сначала разберем Reading. На части, которая академическая, у вас будут более сложные тексты, то есть это будут вырезки из реальных статей, которые направлены более узко. Также под каждое направление необходимо прояснять 5-10 самых часто встречающихся слов. Например, в бизнесе это может быть Profit, Revenue, Sales — самые базовые слова, которые будут постоянно вам встречаться. Бывает так, что вы смотрите, я прояснял это слово, я же его учил, я же его на карточке себе писал, я же его переводил, и все равно значение слова не знаете. И только прояснение слов, понимание глубокого смысла поможет вам навсегда запомнить это слово, и главное — употреблять его в своей речи. На General это будут тексты, которые вы можете увидеть в обычных газетах, статьях, какие-то популярные книги. Это тоже различные тематики, тоже нужно прояснять слова по каждую тематику, но они просто более простые. У меня есть отдельное видео, где я рассказываю, сколько слов нужно знать для того, чтобы сдать экзамен на определенный балл 6, 7, 8 и 9. Вот здесь оставлю на него ссылку, и также здесь же в описании. Если оно еще не вышло, то подпишитесь на мой канал, тогда вы его увидите в следующем выпуске. Вторая часть, которая отличается, это IELTS Writing Part 1. На обычном экзамене вы будете писать письма. То есть вам нужно подать свое заявление на работу, или нажаловаться на сервис в ресторане, или написать какой-то комментарий к статье, которая вышла в газете, и вы хотите ответить на нее. Или вы пишете своему другу, узнать, как дела у его бабушки, которая недавно болела. То есть это может быть любой контекст, который может случиться с вами в обычной жизни. Собственно, этот экзамен будет проверять, как вы сможете справиться с такими ситуациями, и выглядит адекватно. Потому что, согласитесь, то, как пишем мы, и то, как пишут люди на Западе, мягко говоря, отличается. Даже уровень того, как мы просим, по-русски мы говорим «дай мне это, пожалуйста», это звучит уже вполне вежливо. По-английски, если вы так скажете, это будет очень грубо. Give this to me, please. По-английски нужно говорить Would you give it to me? Уже совсем другая грамматика, совсем другой посыл. Это нужно, естественно, учитывать. Я даю шаблоны под каждую из этих письм. Там есть формальное, семиформальное и неформальное письмо. Пишется примерно по одинаковому шаблону, но немножко используется разный вокабуляр. Сейчас напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какую часть IELTS вы считаете самой сложной. Именно для вас. На академическом экзамене же вы будете оценивать графики, линейные графики, то есть как растет стоимость доллара относительно рубля. Или графики со столбиками. Например, в разные месяца, какая была прибыль нашей компании в соотношении, например, с оборотом. Будут несколько разных столбиков, разных цветов и несколько периодов времени. Или, например, pie chart. Это пирожок, как я его называю. То есть это круглый график, который делится на части. Каждая часть отвечает за какую-то пропорцию. Например, пропорция мужчин и женщин, которые ходят в этот спортзал. Или пропорция различного публичного транспорта, который используется в этом городе. И у вас может быть несколько таких графиков, и за разные года в них разные пропорции. Вас просят сравнить, как поменялась пропорция населения, которая предпочитает это или то. Также у вас могут быть таблицы. Например, одна таблица показывает количество производства чего-то, а рядом с ней есть линейный график или график в столбиках, или график в пропорции. Вы должны сопоставить эти данные и сделать выводы. Также может быть описание процесса, когда просто вам даются некоторые этапы процесса. Например, как мы обжигаем кирпичи. Еще бывает анализ карт. Например, у вас есть карта одного и того же города за разные года. И вам нужно рассказать, какие здания снесли, какие построили, что изменили. Тоже есть определенный шаблон, потому что обычно мы не говорим, что на правой части карты или в верхнем левом углу. Вот как это говорить, я тоже описываю в своих шаблонах. Обязательно здесь нужно готовиться по шаблону, потому что когда вы на экзамене, вам пытаться придумать, как это сказать, нельзя ни в коем случае. Вы знаете определенный шаблон, под карту у меня такой шаблон, вы его достаете, можете даже себе его частично накидать на бумагу, пока вам рассказывают промпт к этой части. Мы это уже не слушаем, потому что в процессе подготовки мы должны знать все типы заданий и подзаданий, и быть к ним готовым. И вот в это время, когда нам объясняется промпт, уже готовить наш шаблон ответа. Эти части отличаются на двух форматах этих экзаменов, все остальное одинаковое. И если вы уже определились, какой экзамен будете сдавать, пожалуйста, напишите мне сейчас в комментариях, мне очень интересно, сколько у нас здесь людей готовятся к миграции или просто подтверждают свой уровень английского языка, а сколько готовы учиться и получать стипендии. Я же приглашу вас на свой онлайн-мастер-класс, на котором я рассказываю, как подготовиться кайл самостоятельно за три месяца с уровня при интермиде, и не потратить на это больше, чем час-полтора в день. Поэтому подписывайтесь по ссылке в описании, и вот здесь вот также оставлю вам, потому что за эти полтора часа вы узнаете больше, чем за несколько месяцев исследований. Также вы вдохновитесь на новые достижения, потому что многие мои студенты уже учатся и живут за границей, и я уверена, этот опыт не оставит вас равнодушнее. А как бонус в этом видео, я расскажу вам, как соотносится шкала знаний английского языка со шкалой оценок на IELTS. Если сейчас у вас уровень B1, то вы готовы прямо сейчас идти сдавать экзамен и получить пятерку на IELTS. Если это то, что вам нужно, например, для иммиграции, зачастую в программах Skilled Labour, этого достаточно. Можете идти уже и сдавать. Если у вас уровень B2, то вы можете уже претендовать на 6. Это хороший такой уровень твердого intermediate, начал upper intermediate. На уровне C1, это уже уровень upper intermediate, уверенный, и даже начало advanced, когда мы подходим к восьмерке. Поэтому здесь нужно будет попотеть. Большинство школ говорят, что вам нужно 3 месяца на каждый уровень. Я с этим не согласна, потому что если вы готовитесь именно к экзамену, зачастую благодаря различным фишкам для разных частей и пониманию формата и структуры экзамена, пониманием того, что от вас ждут экзаменаторы, по каким критериям они вас оценивают, вы можете сдать экзамен на более высокий балл, чем у вас есть вот в таком свободном общении. Поэтому не пренебрегайте стратегией подготовки и тактическими фишками, которые помогают вам сдать конкретные задания. В следующем видео я расскажу вам о том, сколько слов вам нужно знать, чтобы сдать определенную часть спики и каким шаблоном вы можете пользоваться, чтобы всегда говорить уверенно. Подписывайтесь на канал, ставьте мне лайки, если вы остались со мной до самого конца. Мне всегда очень приятно. Увидимся. Пока-пока.